Понимаете про гораздо большее количество вещей, потому что ваш мозг работает не в режиме заставляя себя сделать хорошо, а в режиме развлечения, как сделать плохо. Поэтому вы придумаете, давай там сделаем звук провальный, чтобы не было музыки, чтобы ты заикался, не екал во время озвучки. Актер должен играть ужасающе, стоять спиной камерой, свет, о, свет, хорошо, я против не подумаю. Окей, звук плохой. Соответственно, когда вы будете готовить, свет у вас будет уже, ну вы будете об этом задумываться. Потому что чем у вас меньше, тем, конечно, чем у вас меньше на проекте, тем большее ответственность заложится на каждого. А мозг он не резиновый, у вас есть 100% внимания. И вы этим вниманием располагаете все. Очень тяжело обо всем сразу думать, если у вас нет какого-то места правильного. Поэтому это хороший подход. Прогрессивный JPEG тоже взял Лебедева. Вкратце, это идея о том, что у вас весь ваш проект в каждый момент времени должен быть виден просто на очень низкой стадии по работе. Вы должны представлять пример на хронометраж, примерно сколько у вас будет интервью, графика и все остальное. Так что у нас еще есть. Основное внимание на сценарий. Если вам не интересно, то никому не будет интересно. Кто-то из великих сказал, чтобы ваш зритель улыбнулся, вы должны хохотать, загибаясь. Это про сценариста, в общем, про операторов. Дольше подготовка, дешевле съемка. Не надо ничего откладывать на постобработку. Ну вот это про постобработку, это, наверное, те, кто немного совсем знаком. И вот эта фраза, ну у вас же есть компьютер, вы можете там что-то на посте изменить. Я все ее надо забыть навсегда и стараться максимально, что можно сделать, сделать в процессе продакшена. Запускать продакшен после поврежденной планной задачи. Ну это как строить дом. Вы не будете строить дом, если у вас нет чертежа, план. Некоторые строят, но получается вот непонятно что. Здесь то же самое. Если у вас нет сценария, вы заходите в съемку без сценариев, вы просто потом ее начните заново, если захотите. Слушать продакшен. По-моему, все, да? Да. Примеры в этом сфере? Примеры в ваших ролях вообще не смотрели? Нет, у меня с собой сейчас ничего нет. Как же так? Я его позвал, потому что он делает замечательное кино. Ну да, просто это корпоративное видео. Он был бы смотреть достаточно долго, он был бы остановить. Не очень короткий. Да, коллега, тогда я прошу прощения, у нас еще есть несколько хороших выступающих. Давайте, у вас будет возможность с Александром поговорить в любое время. Поэтому сейчас мы его посадим, а Володя Гришкова. Нет, вижу. Нет, может все-таки начнем с одного, а потом планы перейдем. Тогда перейдем, тогда Владимир Гриевич. К вам. Спасибо большое. Аплодисменты.